Представляет 13 апреля в 17 часов в Архангельском городском культурном центре настоящий американский блюз. Джейси Си Смит, Соединенные Штаты Америки и группа Нью Блюз Бэнд. Архангельск. Контактный телефон 20 39 19. Информационная поддержка. Группа компаний Медиаэксперт. Информационная поддержка. Здравствуйте! В эфире телеканал АПС информационная программа «Панорама Севера» в студии Екатерина Грицыенко. Жители Крайнего Севера будут получать компенсацию расходов на проезд к месту отдыха. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который дает работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, право на компенсацию расходов на проезд к месту отпуска раз в два года, сообщает пресс-служба областной федерации профсоюзов. Компенсация предлагается за оплату проезда любым видом транспорта, за исключением такси. Кроме того, оплату на проезд получат неработающие члены семьи, жители Севера, мужья, жены и маленькие дети. Строительство ветеранского дома на проспекте Ленинградском 360 в завершающей стадии. На днях будут закончены последние отделочные работы, и здание ждет приемка государственной комиссии. С последней проверкой в новострое побывала делегация депутатского корпуса областного собрания. История строительства социального жилья в Архангельске накоплена немало, негативного опыта достаточно, поэтому в качестве работ в новострое для ветеранов Великой Отечественной депутаты желают удостовериться лично, что и главное, как сделано за бюджетные деньги. Они укладываются вовремя и в срок, обещают 5 апреля завершить ремонт, ну даже если плюс-минус два дня, это терпимо, чтобы к майским праздникам, Дню Победы ветераны получили ключи. Вот, мы обошли квартиры, не первый раз здесь. Подрядчик на объекте не первый. После иногородних строителей пришла архангельская компания, которая хорошо зарекомендовала себя на других социальных объектах. Работа спорится, и уже видно ее окончание. Осталось это навести марафет и покрасить мопы, места общего пользования. Это коридоры, это лестничные клетки. В остальном готовность 99%. 100% будет после государственной приемки. На сегодня тепло, чисто, красиво. Естественно, вот уже поставлены приборы, в частности электроплиты. Я надеюсь, что будет все благополучно. Государственную комиссию строителей ожидают во второй половине апреля. В здании предстоит еще навести полный порядок и чистоту. Ну а торжественная процедура вручения ордеров и ключей от долгожданных квартир более 100 ветеранов Великой Отечественной состоится в канун всенародного праздника Победы. Виктор Кузнецов, Светлана Михеевская, Панорама Севера. В Архангельск с рабочим визитом приехал президент Союза архитекторов России Андрей Боков. Он принял участие в заседании архитектурно-художественного совета по Соловецкому архипелагу. Вопрос будущего Соловков стал ключевым и на встрече экспертов с главой региона Игорем Орловым. С приездом в наш город одного из ведущих зодчих страны, президент Союза архитекторов России Андрея Бокова, закладывается камень в фундамент плодотворного сотрудничества между возглавляемой им общественной организацией и нашим регионом. Установленные партнерские отношения, губернатор Архангельской области Игорь Орлов и известный академик скрепили подписями под соглашением по развитию Соловецкого архипелага. Суть соглашения о том, что те решения, которые будут приниматься, архитектурные и строительные решения, безусловно, должны находить оценку высшего профессионального общественного совета в этой области Союза архитекторов России. Сейчас, когда на повестке дня стоит стратегия развития Соловецкого архипелага и госпрограмма по его инфраструктуре, это особенно актуально. Строительство новых объектов, реконструкция существующих не должны нарушать природную и культурную среду обитания. Никто из нас не имеет права на ошибку, когда речь идет о Соловецком архипелаге. Без такого, если угодно, компромисса между интересами памятника, интересами сегодняшней жизни, между интересами тех, кто там живет и тех, кто приезжает, между интересами природы, интересами культуры, нужно все время искать, искать не просто точки соприкосновения, а искать такое решение, которое позволило бы нам говорить, ну, не знаю, не просто о сохранении, а о приращении качества. Андрей Боков также отметил, что участие Союза архитекторов России в развитии Соловков будет деликатным, построенным на товарищеских отношениях между экспертами и обществом. А главной целью работы станет выстраивание диалога между профессиональным заобществом, властью и бизнесом, направленного на устойчивое развитие территории. Алексей Карельский, Илья Сумароков, Панорама Севера. В редакцию Котловского телевидения обратились жильцы дома на Кузнецова 5А. Их история – это обратная сторона медали, с которой столкнулась ТСЖ при наведении порядка на своей территории. Закрытие сквозного проезда через двор оказалось нарушением противопожарных норм и привело к судебной тяжбе. Подробности у наших котловских коллег. Двор на Кузнецова 5А можно без сомнения назвать образцовым. Чистота, организованная парковка. Вдоль всего дома ровный асфальтовый тротуар. Именно этот тротуар и приглянулся предприимчивым автолюбителям, которые после ремонта в 2013-м стали использовать его как кратчайший путь между улицами Кузнецова, Мира и Маяковского, к тому же не обременённой светофорами. В результате дворовых гонок страдали машины жильцов, асфальтовое покрытие и даже люди. В октябре месяце прошло голосование дома собственников жилья, на котором было принято решение абсолютным большинством перегородить дворовый тротуар возле дома 5А. О том, как это лучше сделать, представители ТСЖ поинтересовались в ГИБДД, скорой и у пожарных. Но, по словам жильцов, никто им разъяснения не дал. Мол, нет у этих служб такой практики. ТСЖ сделала как смогло. По примеру других дворов, установили леерное ограждение с одной стороны дома и вздохнули свободно. Правда, ненадолго. Начальник Котловского отдела надзорной деятельности МЧС Александр Васюков приказал ограждение убрать. В отдел пожарного надзора была написана жалоба от одного из жильцов этого дома о том, что установлено самовольное леерное ограждение. По нашим нормативным документам, это конкретно правила противопожарного режима и федеральный закон технический регламент о пожарной безопасности, этого быть не должно. И вот здесь начинается самое интересное. Проезжая часть, то есть дорога общего пользования вдоль этого дома есть. Только с другой стороны, вот она, разбитая, заросшая и, видимо, всеми забытая. Работы какие-либо осуществляться с той стороны мы не можем. Допустим, если, не дай бог, произойдет пожар, то есть установить автолестницу или коленчатый подъемник мы с той стороны просто технически не сможем. Нам помешает и насаждение деревьев, и помешает, естественно, линия электропередачи. Просмотрела там все, какие можно документы, нормативные акты. И выяснили, что, значит, учитывая габариты нашего дома по наружному обмеру, а длина вот этого нашего дома 131 метр, ширина 13 и высота 14,4 метра, возможно, допускается подъезд пожарной техники с одной стороны. В итоге дело дошло до суда. Раньше такой практики, по словам пожарных, в области не было. В суде жители Кузнецова 5А не сумели отстоять свои позиции. Судья согласился с доводами пожарных и обязал правление убрать преграду с дороги. Однако сдаваться председатель товарищества собственников не собирается. Сквозной проезд до сих пор не открыт. Судебное решение протестовано. Продолжать искать правду люди будут уже в арбитражном суде в Архангельске. Инспекторы уже ввиду под давлением, я так понимаю, что не хотят ждать ничего. Уже вызывали меня, я вчера ходил к ним, сказали, пиши бумагу, объясни, какие меры принял для устранения, для освобожения проезжей части во дворе. Они нарушили нормативные документы в другой области, конкретно пожарной безопасности. Пожарные не имеют ничего против распашного варианта ограждения или бетонных полусфер, которые позволяют проехать спецтехники, но блокируют движение легковых авто. Альтернативные варианты существуют. Видимо, поэтому есть практика перекрытия проезда, которую использовали другие дворы, и она не вызывает у надзорного органа нареканий. 1 апреля этого года произошла индексация трудовых и социальных пенсий, а также ежемесячных денежных выплат и набора социальных услуг. Сегодня в нашей студии эксперт темы дня, начальник управления пенсионного фонда в городе Архангельске Валерия Анатольевна Щеглова. Валерия Анатольевна, добрый день. Здравствуйте. Валерия Анатольевна, каких категорий граждан коснулась эта индексация? Индексация, которая прошла с 1 апреля 2014 года, коснулась повышения трудовых пенсий. Сегодня к трудовым пенсиям относятся эта пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Произошла индексация социальных пенсий, а также, как вы сказали, набора социальных услуг и ежемесячных денежных выплат. Но если говорить про жителей города Архангельска, то это достаточно большая категория граждан. На сегодняшний день получатели трудовых пенсий у нас свыше 114 тысяч человек. Получателей набора социальных услуг и ежемесячных денежных выплат это более 35 тысяч человек и более 5000 населения, которые сегодня получают социальные пенсии. А как пенсионерам рассчитать новый размер пенсии? Сегодня очень просто рассчитать новый размер пенсии. То есть, если раньше мы отдельно брали страховую часть, базовую часть, сегодня достаточно, зная размер своей пенсии, умножить на тот коэффициент, который на сегодняшний день, на который происходит индексация. Сегодня это 1,7 процента, то есть нужно умножить на 1,17 тысячных весь свой размер пенсии, будь это, ну, в смысле, трудовая пенсия, мы умножаем на этот коэффициент и получаем искомый размер, свой новый размер пенсии. 1,17 тысячных? Да, то же самое мы делаем социальной пенсии, то есть наш размер социальной пенсии умножаем на 1,17 и получаем искомый размер, потому что социальная пенсия на сегодняшний день увеличилась на 17,1 процента. Вот, и хочется сказать, что сегодня, конечно, напомнить, что это не первое повышение пенсии в этом году. У нас трудовые пенсии повышались уже с 1 февраля этого года на 6,5 процента, и таким образом, сегодня трудовые пенсии, вот, на сегодняшний день повышены уже на 8,2 процента. Средний размер пенсии по городу Архангельску сегодня трудовой составляет 14,401 рубль, а средний размер социальной пенсии составляет чуть более 7,947 рублей. А как будет проиндексирован набор социальных услуг? Набор социальных услуг сегодня проиндексирован на 5 процентов, ну, понятно, что набор социальных услуг у нас получают те граждане, которые получают ежемесячные денежные выплаты. Это определенная категория граждан, в нее входят, это, в первую очередь, конечно, самая большая группа, это инвалиды, это ветераны, это граждане, подвергшиеся действию радиации, ну, и многие другие категории. То есть граждане получают набор социальных услуг в натуральном виде, если они хотят по заявлению, и получают ежемесячную денежную выплату. Это тоже две разные суммы, если они получают в денежном выражении, и их тоже достаточно умножить на 1,05 и получить ту величину, которую они получат после индексации. На сегодняшний день набор социальных услуг в новом исчислении составляет 881 рубль 63 копейки. Ну, а ежемесячную денежную выплату люди также могут самостоятельно рассчитать, если они знают тот размер, который они получают. То есть набор социальных услуг будет проиндексирован для тех граждан, которые получают в денежном эквиваленте, правильно? Да, конечно. Ну, и еще раз, конечно, хочу напомнить, что кто-то, если сегодня передумал и хочет получать их в денежном эквиваленте, либо, наоборот, получать в натуральном виде, то до 1 октября нужно написать заявление, и с 1 января 2015 года они уже будут получать ее по-новому, ну, в зависимости от воли изъявления. А где необходимо написать это заявление? Написать это заявление необходимо в органах пенсионного фонда по месту жительства. Валерия Анатольевна, спасибо большое, что пришли к нам в студию и поделились, я думаю, очень полезной для многих пенсионеров информацией. Спасибо. В нашей студии была начальник управления пенсионного фонда в городе Архангельске Валерия Анатольевна Щеглова. Продолжит выпуск новостной дайджест. Коротко о главном. Сегодня, 4 апреля, во всем мире отмечают Международный день интернета. Отрасль информационных технологий на сегодняшний день является одной из наиболее перспективных. В вакансии сферы информационных технологий входит десятку наиболее востребованных в Архангельске. Постоянно растущий спрос на специалистов отрасли информационных технологий обусловлен развитием данной сферы и внедрением новых IT-продуктов на предприятиях. Для обработки территорий клещевой активности в областном бюджете запланировано 500 тысяч рублей. Особое внимание будет уделено детским оздоровительным лагерям и зонам отдыха. Для борьбы с клещами в нашем регионе в минувшем году было приобретено 17 тысяч доз вакцин. В 2014-м эта цифра увеличится вдвое. По мнению специалистов, к росту численности насекомых в северных регионах привело глобальное потепление. 4 апреля 25 лет назад в Архангельске был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между столицей Поморья и американским городом Портландом. В эти дни в рамках традиционной недели США в Архангельске проходит визит американской делегации. В 1988 году традицию заложил Филлип Спиллер-старший, мэр города Портланд. Заложенную отцом традицию продолжает Филлип Спиллер-младший, который также приехал в Архангельск в составе американской делегации. Крым стал ближе. В адрес губернатора Архангельской области Игоря Орлова поступило предложение от одного из детских оздоровительных учреждений Крыма об организации отдыха детей. Письмо было размещено на официальном сайте губернатора. Готовы ли северяне провести отдых на Черноморском побережье Крыма? В сюжете Александра Гореловой. В Крым всегда ездили наши русские люди? Нет, мы уже на самом деле планируем в сентябре прямой рейс и поедем в Крым обязательно. Правда, с детьми. Это вообще здорово, мы очень рады. Правда, очень рады. Вот поэтому и всем советуем в Крым. Да, я думаю, с удовольствием бы съездил в Крым отдохнуть. Почему? Ну, не знаю, как-то, может, еще с того возраста, когда Крым родился, вернее, еще в Советском Союзе. И, наверное, как-то с детства помню про крымские знаменитые лагеря для детей. И хотел бы просто посмотреть сам, что там и как. Да, хотела бы. А почему? Мы в том году отдыхали там очень красиво и не очень дорого. Как видимо, запросы северяне не прочь провести свой трудовой отпуск в Крыму. После того, как границы России расширились, в обществе активно обсуждается вопрос об отдыхе на Черноморском побережье. А что для этого нужно – мнение директора филиала одного из Архангельского турагентства. Если это случится, и если качественный тур-продукт будет, и если он будет конкурировать с прямыми рейсами из Архангельска в Турцию, в Египет, в Кипр, то, я думаю, что, конечно, люди потянутся и полетят в том числе в Крым. А предложение поступает не только от турагентств, но и от представителей различных оздоровительных санаториев Крыма. Директор детского загородного заведения «Кристалл» обратился к губернатору по морю с предложением рассмотреть возможность оздоровления детей Архангельского региона в одном из лучших детских учреждений Южного берега Крыма. Детское загородное заведение «Кристалл» расположено в пригороде Алушты, у подножия горы Костель, на самом берегу Черного моря. Как пояснили в Министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области, предложение рассмотрят в ближайшее время. Регулярное авиасообщение между Архангельском и Крымом откроется 9 мая. Александра Горелова, Руслан Симушин, Панорама Севера. Возвращаясь к истокам, в Архангельске продолжается процесс передачи епархии здания-подворья Иоанна Богословского Сурского женского монастыря. Напомним, третий этаж здания уже передан Министерством обороны во владение Архангельской митрополии. На данный момент ведутся переговоры о передаче первого и второго этажей. Это здание на площади профсоюзов знает, пожалуй, каждый архангел-огородец. Но далеко не всем известно, что это подворье Сурского монастыря в Пинниге, основанного в 1899 году Иоанном Кронштадтским. Сурский монастырь имел два подворья в Архангельске и в Санкт-Петербурге. Сейчас это Иоанно-Богословский монастырь на Карповке. Построенное в 1907 году Сурское подворье считалось лучшим зданием Архангельска, как с художественной, так и с архитектурной точек зрения. Над храмом возвышались три главки, а над входом в здание была колокольня с восьмью колоколами. После революции Горисполком постановил изъять здание из ведения верующих. Тогда исчезла звонница, сейчас на ее месте пустота. А с 40-х годов 20 века памятник архитектуры находился в ведении Министерства обороны. Сейчас здание вновь переходит во владение Архангельской епархии. Но в первую очередь нужно восстановить то, что было, ради чего и было создано это подворье. Это храм, в первую очередь, иконы Божьей Матери, скоропослушницы. Город должен приобретать свой прекрасный вид, который и был до этого страшного февральского переворота. Сейчас на наши плечи выпадает тяжелая, но спасительная ноша – восстановить подворье в ее былом виде. История этого памятника архитектуры хранит множество интересных фактов. Не каждый Архангел Огородец знает, что в 1913 году сурское подворье посетила преподобная мученица Великая княгиня Елизавета Федоровна. В годы Первой мировой войны на средствах монастыря был организован ипархиальный лазарет, в котором монахини и послушницы исполняли обязанности сестер милосердия. В стенах сурского подворья было организовано шитье белья для раненых. Сурское подворье было первым культовым объектом в Архангельске, подвергнутым закрытию. Пока в ведении епархии передан только третий этаж. Впереди проведение множества согласований и восстановительных работ, после чего сурское подворье предстанет перед архангелогородцами в своем первозданном виде. Екатерина Грициенко, Илья Сумароков, Панорама Севера. В спортивном зале «Волна» прошел открытый городской турнир по настольному теннису памяти Василия Варичева. В списке участников спортивная элита Архангельской области. Кому в итоге улыбнулась фортуна, расскажет Константин Рудаков. Турнир памяти Василия Варичева прошел уже 18 раз. Бывший директор «Водоканала» многое сделал для развития настольного тенниса в городе и области. А потому лучшие игроки ежегодно собираются в спортивном зале «Волна», чтобы отдать дань уважения придержанцу пинг-понга в Поморье. Среди них и кандидат в мастера спорта Анна Попова, которая недавно выиграла зональное первенство. «Вот недавно было соревнование в Северо-Запад. Я заняла первое место. Было так, в борьбе. Но я не думала, что занял первое место. Были девочки гораздо сильнее меня. Это повезло, не знаю». Сегодня на домашнем турнире Анна Попова завоевала третье место. Победительницей в женском разряде стала Александра Кузнецова. Жаркая борьба развернулась и у мужчин. Достаточно сказать, что весь пьедестал почета заняли мастера спорта. Чемпионский титул у Алексея Харькова. За ним расположились Кирилл Воробьев и Александр Косинок. Все трое готовятся к решающим сражениям в Суперлиге клубного чемпионата России. «Мы там идем сейчас на втором месте. Сейчас будет заключительный тур. Мы надеемся, что вырвемся на первое место и пройдем высшую лигу, еще выше, чем эта». Итак, впереди у архангельских теннисистов новые турниры регионального и всероссийского уровня. «5-6 во дворце пионеров пройдет областная спартакеда школьников по настольному теннису по двум возрастным группам. А с 14 по 20 в новом спортзале Норт-Арена пройдет первенство России по настольному теннису среди юношей и девушек 1999 года рождения и моложе». В первенстве России не старше 15 лет выступят 6 представителей Поморья. Отличный шанс проявить себя на домашней Норт-Арене. Константин Рудаков, Илья Сумаруков, Панорама Севера. В минувшее воскресенье в спортивном зале Котлосского речного училища состоялся 26-й чемпионат города Котлоса по пауэрлифтингу в памяти северного спартака Василия Григорьевича Шуля. Суть пауэрлифтинга заключается в преодолении максимально тяжелого для спортсмена веса. В качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения. Приседания со штангой на спине, жим снаряда лежа на горизонтальной скамье и становая тяга. В сумме они определяют квалификацию спортсмена. Это первый этап соревнований. Свою силу и выносливость в нем показали более 30 тяжелоатлетов от 18 лет. Очень хочется отметить, что очень высокий класс спортсменов сегодня. 10 мастеров спорта России заявились для участия. Также впервые девушки у нас принимают участие. Вот она, единственная в богатырском мужском братстве хрупкая женщина-атлет. Чемпионка и рекордсменка Архангельской области, мастер спорта российского уровня. Вильчанка Валентина Гусельникова. Пауэрлифтингом занимается с 7 лет. С 24 лет профессионально. На этом чемпионате в приседании ей покорилась штанга весом, страшно подумать, 165 килограммов. В становой тяге Валентина Гусельникова взяла 175 кило. Почему выбрала именно этот вид спорта? В детстве мне почему-то всегда казалось, что я очень сильная девочка. Ходила папе в гараж, поднимала всякие тяжести. Потом, будучи уже взрослой, взрослой женщиной пришла в спортзал. Оказалось, что я не очень-то и сильная. Делаю все неправильно. Поэтому нашелся тренер, все мне показал, вместе все мы с ним занимались. В Котласе пауэрлифтинг развивается более 20 лет. Старожилы отмечают, в последние годы интерес к тяжелой атлетике у молодежи стал гораздо выше. Во многом это заслуга отдельского казачьего общества «Северный отдел», который вовлекает в этот, скажем так, нелегкий вид спорта не только мальчишек, но и девчонок. Приняли мы решение в федерации возродить женский пауэрлифтинг. И вот делаем к этому первые шаги. Я думаю, что это все идет только на плюс, плюс на развитие нашей федерации. Что касается результатов первого этапа чемпионата, призовые места, всего их было 27, почти в равной степени распределились между представителями Вельска, Северодвинска, Коряжмы. Котлашане отхватили себе медали чуть больше, чем все остальные. В Архангельске продолжается крупнейшая меховая ярмарка Сибири. Изысканный и вместе с тем практичный ассортимент изучила Валентина Скворцова. Более 5000 моделей шуб, дубленок и кожаных курток от лучших российских и зарубежных фабрик представит на суд северян крупнейшая ярмарка Сибири. Ассортимент уже по достоинству оценили горожане. Здесь очень большой выбор. Себе приглядела шубка «Автоледи». Сейчас за нее оплачивают деньги. Все очень нравится. Покупки можно приобретать по наличному и безналичному расчету, а также в кредит. На выставке действуют скидки до 70% и акции. При покупке норковой шубы вы получаете кожаную курточку в подарок, а при покупке кожаной курточки вы получаете вторую кожаную курточку за 2000 рублей. Пришли выбирать маме шубу норковую, а оказалось, что можно еще в подарок получить вот такое вот красивое пальто. Акция действует до 6 апреля. Успевайте и подробности узнавайте у продавцов-консультантов. Вас ждут в выставочном зале Союза художников на проспекте Советских космонавтов 178. Валентина Скворцова, Руслан Симушин. Про события. Торговая марка «Ассония» – один из лидеров разработчиков постельных принадлежностей для комфортного, полноценного отдыха и сна. «Ассония» предлагает товары, которые подарят яркие сновидения. С 2008 года торговая марка «Ассония» представляет ассортимент для полноценного сна и отдыха. Начинаются они с правильно выбранной подушки. Анатомическая подушка «Ассония» – большая или маленькая, и даже в форме сердца, помогают снять накопившееся за день напряжение. Не менее важен выбор постельного белья. Торговая марка «Ассония» предлагает комплекты из стопроцентного хлопка. Яркий рисунок помогает быстро погрузиться в сладкие сны. Еще одна новинка – очки «Ассония». Они разработаны для максимального комфорта, помогают снять напряжение с глаз. А это стельки из высококачественного полимерного материала, обеспечивают максимальный комфорт при ходьбе. По обозначенному контуру можно самостоятельно придать стельке нужный размер. Хотите познакомиться с полным ассортиментом изделий торговой марки «Ассония» и получить бесплатную консультацию? Вас ждут на нулевом этаже Дворца спорта. Тем более, что «Ассония» предлагает вам гибкую систему скидок. «Ассония» – ваши яркие сны. Елена Матвеева, Сергей Минин, «Панорама Севера». В заключении выпуска о курсе валют. По данным Центробанка, на 5 апреля доллар США 35,50 рубля, евро 48,64 рубля. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера» на канале ПС. Я, Екатерина Грицыенко, с вами прощаюсь. Далее прогноз погоды, с которым вас познакомит Юнис Альшаруба. Здравствуйте! Это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Не надо искать в интернете «Архангельск прогноз погоды». Просто ПС включайте, и вот, я уже на работе. О погоде на 5 число в Архангельской области. В Котласе температура воздуха в среднем минус 6. Днем поднимется до плюс 1. На небе пасмурно, слабый снег. В Плесецке облачно, снег, температура воздуха минус 3, ветер сильный. В Вельске тепло, днем плюс 1, но сильный ветер и возможен снег. Ну и о погоде в Архангельске. Утром в столбике термометров остановятся на отметке минус 4. На небе пасмурно, ветер слабый, днем потеплеет, но всего до минус 1 градуса. Однако на небе будет малооблачно, ветер сильный и возможен снег. Вечером в субботу небо и вовсе ясное, температура опустится до минус 4. Ветер умеренный. А я хочу, как птица петь, и в облаках лететь. Но так высока и так легка, дорога в облака. Смотрите прогноз погоды на телеканале ПС. Смотрите прогноз погоды на телеканале ПС.